Здарова, бихолдеры! Вы на канале Кроноса, и это маленький дополнительный кусочек видео, который монтажок, к сожалению, потерял при работе. Спрашивают, как минимум, Пётр Калужских и Тимофей Петухов, а по факту это самый распространённый вопрос на моём канале. Будут ли обзоры на шестых и седьмых героев? Так, смотрите. Да, я хочу сделать на них обзор. В принципе, одна из причин создания канала — это обзор на шестёрку. Когда я в неё поиграл впервые, она меня выбесила просто до невозможности. Я с тех пор немножко постыл, я всё ещё считаю, что это... С тех пор я немножко постыл, но всё ещё считаю, что игра абсолютно ужасная и отвратительная. Обзор будет, я не знаю, минимум часовым, потому что мне есть что рассказывать. Я иногда ложусь спать с женой такой, знаешь, что плохо в шестой части героев Меча и Магии? И час ей рассказываю, пока она не уснёт. Вот. Скажу честно, я хотел сделать в этом году, в этом летом, потому что у меня сейчас больше аудитория, более заинтересованные люди в обзорах на героев. Но, как бы, сейчас у меня немножечко изменился график выхода контента. Я немножко переставил некоторые вещи местами. Я думаю, вы сами понимаете, почему. Надеюсь выпустить в этом году, но не могу этого обещать. Козак Сич спрашивает. Мне интересно, будет ли топ существ с пятых героев, как было с тройкой? Ну, давайте так. Смотрите, я, типа, перед вами тут всю душу обнажаю. Я искренне считаю, что топы – это довольно, типа, низкокачественный контент. Не мне критиковать людей, которые их делают и смотрят. Я их сам смотрю. Я не очень хотел бы. Мне нужно добавить какую-нибудь интересную деталь или мини-игру к этому всему, чтобы получилось что-то интересное. Я могу, ну, например, может быть, тирлист сделать, но тоже вряд ли. Скорее, нет, чем да. Если придумаю какой-нибудь прикольный придаток к этому ролику, тогда сделаю. Понимаете, в чем дело? То есть, люди, не считайте меня каким-то гениальным экспертом по балансу. Я не эксперт по балансу. Я, типа, больше, знаете, такой историк, грубо говоря. То есть, я не смогу вам предсказать, кто победит, если вы мне, типа, покажете скриншот. Арсений Захаров спрашивает. Как относишься к другим контент-мейкерам по героям на Ютубе? Не только по типу Вудуша, Сиратроглодита и так далее. Опять же, я буду с вами максимально честен. Я не смотрю других геройских обзорщиков. Типа, возможно, там, какие-то из них смотрят меня. Прикольно, здорово, приятно, чуваки. Спасибо вам за это. Объясняю свою точку зрения. Смотрите, я и стримы почти не смотрю от других людей. Не потому, что, типа, я злой и считаю их, там, плохими стримерами. У меня есть такое, как это сказать, я мыслю таким образом. Мне, если я могу во что-то поиграть или посмотреть на что-то сам, зачем мне смотреть на это со стороны? Не то, чтобы мне было неинтересно чужое мнение. Нет, оно мне интересно. Но я предпочитаю составлять свое. И контент по героям меня не очень интересует. Потому что мемасы, ну, я их вижу, даже если не хочу их видеть. Так уж получается. Типа, они окружают меня в любом случае. А другие видосы, ну, мне более интересны видосы, так сказать, другой направленности. Ну, в общем, да. Вот такой ответ. Биль Бабегин спрашивает. В идеале есть в будущем с кем коллабировать? Супер сложный вопрос. Ну, смотрите. Как бы, я вот недавно познакомился с Рамином Драгаром. Прикольный чувак. Я бы хотел вместе с ним какой-нибудь видосик вместе снять. Потому что у нас, ну, похожий вкус, судя по всему. Мне нравился Сурихай. Ну, гусь. Я, типа, могу неправильно произнести его ник. Мне нравился контент, который он делает. И, к сожалению, чувак пропал. Типа, надеюсь, у него все нормально. Он еще вернется. Вот с ним бы я еще, может, сделал. Я бы с Зулиным с удовольствием сделал вместе контент. Но Зулин, во-первых, не делает ролики. Ну, точнее, прошел просто, видимо, Зулин час. Мы еще не дождались. Он не делает коллабы, как минимум. Вот. Например, с ББМ бы я не смог. У нас совершенно разные стили. ББМ прикольный чувак. Но, к сожалению, не получилось бы. А другой русскоязычный Ютуб-то почти отсутствует. То есть, это остается стоп-гейм, который я практически не смотрю. Ну, там было просто несколько интересных мне рубрик, которые бы закрывали. Как бы и все. Ну, и заодно я вам ответил на вопрос, кого я смотрю на Ютубе. Ах, спалился. Ой, очень не хочется прочитать ник этого человека неправильно, потому что я его вижу под каждым моим видосом. Мне очень приятно. Друманин Дрин. Ведешь или планируешь ты вести стримы? Почему? Давайте я заищу длинно, чтобы вы примерно понимали ситуацию. Смотрите. У меня недавно с Ютубом все было довольно неплохо. И мне очень хотелось переехать на новую квартиру. Потому что у меня в старой, к сожалению, очень плохой интернет и мало места. Но в связи с событиями, которые происходят в последнее время, как бы я останусь жить там, где есть сейчас и попробую стримить с нее. Я просто боюсь, что я не смогу поддерживать качество стримов на достаточном уровне. Я понимаю, что вам, скорее всего, просто интересно смотреть на меня и слушать, что я рассказываю. Ну, хочется расти над собой, понимаете, в чем дело. Ну, вообще, да, в ближайшее время стримы появятся. Я вам это могу гарантировать, потому что, ну, я все равно играю в игры. А если я могу играть в игры и общаться одновременно с людьми, то, типа, почему бы этого и не делать? Юра Клейн. Какие планы вообще на будущее канала, когда геройская тематика себя исчерпает? Также спрашивают еще два человека. Каин спрашивает. Канал сильно вырос на героях, но смотря вперед, это в большинстве своем мертвый путь. Пойдет ли канал по другим играм или нет? И если да, то по каким? Влад Потемкин спрашивает. Твой канал сейчас ассоциируется лично у меня с видосами про переводы и франшизу Хомэмэмэм. Но хотел бы ты, чтобы в эти ассоциации входило что-то другое или что-то еще. Ответ на все три вопроса есть уже в своем вопросе. Да, Каин очень правильно считает. Я тоже думаю, что если я продолжу делать контент исключительно по героям, то я загоню себя в тупик. Я выгорю как контент мейкер. И скорее всего большая часть от меня отвернется, потому что я начну делать совершенный трэш. Давайте я вам сейчас в принципе обрисую примерно, что нас ждет в ближайшее время. Смотрите. Во-первых, будут видосы про Варкрафт. Абсолютно точно. То есть следующие, как менялись города, они будут варкрафтовские. Я играл во второй и в третий. Также у меня сейчас установлен первый. В него очень сложно играть, но люди и орки там отличаются очень слабо. Поэтому будет вот еще четыре ролика по Варкрафту. Я хочу сделать ролики по Старкрафту. Три компании, много разных юнитов, много разных использований, разные мутации у зергов, разные покупки у терранов, разные виды протосов у тосов и так далее. Я хочу сделать обзоры на несколько больших, хороших ролевых игр. В частности, это Disco Elysium, это Fallout New Vegas, Pathfinder of Wrath of the Rages и, наверное, Divinity Original Sin. Вот эти игры меня очень впечатлили, они очень хорошие. Я хочу их порекомендовать, обозреть и объяснить, почему. Total War Warhammer 3, к сожалению, не совсем оправдал мои надежды, но не в обзор будет. Kings Bounty 2 тоже, потому что, ну, мне надо. Также мне прислали ключ на одну игру по типу героев. Я из вежливости сделаю обзор. Я очень стыдно признавать, но такое уже один раз случилось, и я так и не сделал обзор на эту игру, поэтому нужно себя заставить пройти ее и обозреть, потому что это, ну, как минимум просто по-свински. Вот. И время от времени выпускать новые видосы по героям. Я могу вам что гарантировать? Будет еще три ролика по как менялись. Я не буду, наверное, скрывать. Не все посмотрят конкретно этот ролик, не все конкретно дадут до этого момента. Я хочу поговорить с вами про поля боя, про осады и про магию. Это три важных гейм... Это три важных геймплейных и геймдизайнерских вещи, с которыми справились совершенно по-разному, которые очень сильно отличаются, и как это повлияло на игру, мне интересно рассказать. Вот. Но, да, короткий ответ. В дальнейшем видосов по героям будет меньше. Видосы про переводы, я надеюсь, что еще будут. Будут еще обзоры про игры, будут еще как менялись что-то. Яготай Хан спрашивает. Как вообще пришла мысль сделать такой контент, и не планируешь ли расширять тему кривых переводов или других игр? Как вариант, неплохо зайдет Age of Wonders. У меня, кстати, много спрашивали про Age of Wonders, и я ни в одну из них не играл, к сожалению. Про переводы... Я уже ответил, по сути. Деос. Очень понравился контент именно комедийной направленности. Артефакты тройки, перевод пятых героев. Возможно, есть шанс, что подобное в твоем исполнении еще что-то увидеть. Да, есть, но как бы это сказать? Я не ищу этот контент, он находит меня сам. С третьими героями у меня буквально случайно посреди ночи эта мысль в голову пришла. Причем, ну как пришла, мне ее подкинули в каком-то смысле. Вот. Возможно, я сделаю что-то подобное. Кстати, еще про артефакты четверки. Все там ринулись мне рассказывать про то, какие смешные описания в четверке. Я охотно в это верю. Но помню я почему-то именно в тройке, потому что Гладиус Титана это просто шедевр, блин. Павел Горн. Как насчет видоса по долгожданному замку от Хота Крю? Столько информации. Было бы удобно в одном видосе рассказать о нем. Будут ли обзоры фанатских версий игры типа Vogue? Спасибо. Ну, по Vogue вы уже сами знаете. Хота. То есть вы сейчас говорите про фабрику, которая пустынная. Понимаете? Я не очень хотел делать обзор на киберфабрику, потому что типа в ней были какие-то обломки информации в интернете. Но потом я наткнулся на уже собранные вот эти сборки городов. Ну, фанатские. Я их попробовал и решил, ну вообще из этого можно сделать ролик. Если у меня, не знаю, если Хота пришлет мне какой-нибудь рабочий билд, а они мне не пришлют, я надеюсь, то я бы сделал. Но типа вы же понимаете, что в моих типа роликах минимум информативности. Чуваки, типа если вам хочется просто послушать, как я говорю, господи, я каждую неделю пытаюсь с вами говорить, просто не смотрю ничего, кроме героев. Джеймс Бо и Фанни Банана спрашивают. Не думаешь как-нибудь сыграть с бихолдами пару карт? И когда профессиональные сетевые матчи в третьих героях? Вы меня взгреете, если я с вами саду играть. То есть, тут видимо такая психология работает, что, а, ну вот этот чувак с умным видом рассказывает серьезные вещи. Наверняка он идеально разбирается в игре. Типа я настолько давно играл в сетевой режим, что я думаю, я всру. Ну, смотрите, я вам сейчас поясню свою точку зрения на все это. И вы можете ее разделить, не разделить. Третьи герои, как сетевая игра, слегонца мертвы. В каком плане? Все сейчас такие, а, ну вот по этому гайду ты должен ходить вот так, делать вот это, и на этой карте вот здесь. И вот ты не можешь ни на секунду, типа, отклониться от плана. То есть, вместо того, чтобы побеждать своей тактикой и нестандартными решениями, все играют по одним и тем же шаблонам. И меня, в принципе, например, в каком-нибудь Хардстоуне это отпугнуло уже очень давно. Я понимаю, что пример странный, но когда из игры исчезает творчество и тактика, мне игра прекращает быть интересной. И я в героях по гайдам играть не смогу, и, скорее всего, поэтому проиграю. То есть, вот, типа, вам, мое признание, массовые отписки начнутся после этого, бунты, дизлайки под видео и все такое прочее. Евгений Мартюшев спрашивает, будут ли еще как менялись, и будет ли еще подобным героем многосерийные обзоры на глобальные серии, или хочешь вернуться к односерийным обзорам? Почему зачитываю вторую часть? Я хочу сделать обзоры на Маджести, на Маджести 1 и Маджести 2. Проблема в том, что их нельзя делать отдельно. Они не могут существовать, типа, в разных вселенных. Маджести 1 прекрасная, гениальная и очень интересная игра по одной очень конкретной причине, которую 1С абсолютно не вообще никак не поняли и сделали, ну, типа, игру по мотивам. И не то, чтобы они сделали ее плохой, но это не Маджести. Точно так же, я думаю, в Skins Bounty 2 как бы произошло. Вот. Вообще, да, в принципе, кроме Старкрафтов и Варкрафтов, были ли еще какие-нибудь франшизы, в которые я прям много и долго играл, из игры в игру, из игры в игру? Ну, серьезный Сэм! Ну, что вы его не смотрите? Большую часть уже сделал. Если вы хотите получить доступ к эксклюзивному контенту, то подписывайтесь на Бусти. Там все стандартно. Доступ к роликам на сутки раньше, дополнительные материалы и ссылочка на личный чат в Телеграме со мной. Будьте сильнее яда. В следующий раз услышимся во взоре про игру.